Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. И тема сегодняшнего короткого видео – это, конечно же, биткоин и то, что он, наконец-то, начинает подавать какие-то признаки жизни. Смотрите, мы вроде как пробиваемся с вами из этих низин. У нас все еще есть, конечно, вот это важное сопротивление 21600, к которому мы сейчас верно устремляемся. И видим воочию, как терпение награждается терпение тех, кто скупал всю эту просадку, причем и вот здесь, и на этом отскоке не терял бдительности, да набирал. И вот мы сейчас видим, что, похоже, мы идем ликвидировать всех шортистов куда-нибудь на 25 тысяч, а то и 30 по биткоину, и, соответственно, и по эфиру, и по другим монетам тоже. Вот. Что хочется сказать, что на байбите наша команда сегодня выходит уже в уверенный плюс, из чего я делаю вывод, что у нас больше лонгистов, чем шортистов, или вовремя перевернувшихся шортистов. 46 уже у нас по НЛ, 90 место в общем и восьмое в регионе. Ребята, давайте поднажмем, потому что у нас есть все шансы, турнир продолжается еще 9 дней, без малого, но торгуем аккуратно, с холодной головой, чтобы не наделать ошибок. По новостям, что у нас происходит? Voyager Digital подал заявление о банкротстве. Помните, мы говорили о том, что рынок не может восстановиться без ликвидации крупных игроков. И вот, что мы видим. Коллапс Terra Luna, коллапс Voyager, но при этом свежая новость вышла, что Celsius Network погасила кредит MakerDAO и вывела залог 23 тысячи биткоинов. То есть их маржинальная позиция полностью сейчас безопасна, и цена ликвидации по ней стала ноль, как мы можем видеть из этого скрина. Так что все, ребята, походу мы уже не идем ликвидировать Celsius, и это все было просто огромная медвежья ловушка и вытряхивание слабых рук. Поэтому, что мы можем здесь видеть по биткоину? Двойное дно, о котором мы с вами и говорили. Пробитие линии сопротивления приведет нас куда-нибудь на 25-26 тысяч. А следующий блок, если мы там не остановимся, я думаю, что следующий блок интереса и проторговки, это как раз 28-32. Вот сюда с высокой долей вероятности у нас сейчас приведут. А дальше, ребят, дальше что будет? Все говорят, да на чем будет лететь рынок? Кто будет его пампить? Ну как на чем, ребят? Вы, видимо, недавно все еще в рынке, если вас так легко спугнуть 70% коррекции. На чем всегда летел биткоин? Да, конечно же, на печатном станке Тезера. Как бы вы поймите, что это даже не печатный станок ФРС, который тоже ничем не подкреплен. То есть это печатный станок USDT, абсолютно неконтролируемый в плане количества, которое они могут напечатать, подкрепленный долларом, который тоже сам, в свою очередь, ничем не подкреплен. Кроме армии Соединенных Штатов и обещаний ФРС о том, что они будут контролировать инфляцию. Но мы-то понимаем с вами, что нихрена они не контролируют инфляцию, и все эти отчеты — это полное вранье. И что мы сейчас видим? Кстати говоря, по СМП, если мы наложим на нее индекс волатильности, ВИКС, то мы видим, что у нас с вами на всем этом падении особо волатильности-то и не было. Посмотрите. Такой, как был шпилька на коронадампе, у нас был всплеск на других медвежьих рынках. СМП у нас, посмотрите, был достаточно серьезный всплеск волатильности. То есть нас ждет большая волатильность в одну из сторон. Вопрос только в том, увидим ли мы памп или дамп. И очень многие ждут сейчас дамп. Очень многие ждут сейчас дамп. И даже я во вчерашнем видео говорил про то, что фондовый рынок находится в медвежьем тренде, но это как бы одна из версий. А вторая версия — то, что да, фондовому рынку давно пора, конечно, в медвежку, но почему бы нам не сделать перед этим перехай по всем рынкам и потом только уйти в нее? Потому что, смотрите, денег напечатано столько, и девать их, ну, объективно, реально некуда, потому что их же не раздают простым смертным. Их у них, наоборот, отжимают. Они сейчас все в панике, все продают. А киты могут легко просто сделать вот так вот, ликвиднуть всех шортистов, кто решил сейчас заработать на этом медвежьем рынке такой умный, и после этого только начать медвежий рынок. Поэтому мы можем увидеть и перехай и по биткоину, и по другим активам. Про золото я вообще молчу, оно искусственно сдерживается. Оно просто, как только перестанут дампить бумагу, оно просто сделает вот так вот, несмотря на то, что это вроде как стабильный и защитный актив. Поэтому, ребята, похоже, что мы стоим на пороге просто вообще какого-то нереального туза-муна, на мой сугубо субъективный взгляд. Ну и ждем, конечно, пока Эндлвейва еще на дневке, что он отсигналит нам на покупку, пока он этого не сделал. Ссылка на этот сервис, кстати, есть в описании. Очень классный аналитический сервис, агрегатор по всем биржам. Вот у нас тут очень много ордеров, которые сейчас отрабатывают, как мы с вами видим, и цена удерживает эту зону. На 30 минутке, что мы тут видим, в принципе, раскидано дофига заявок на продажу тоже. То есть, мы можем увидеть какую-то, конечно, локальную коррекцию, что-то типа вот такого, как у нас обычно и бывает перед продолжением роста. Но можем и не увидеть, потому что экспоненциальная парабола, она, конечно, не терпит шартистов, которых сейчас налипло просто море. Никто не верит, все сейчас будут разгружаться на росте, фиксировать прибыль. И сами знаете, что дальше происходит обычно, когда все зафиксировались. Ракета улетает, потому что я вам напоминаю, ракета никогда не взлетает полная пассажиров, она просто очень тяжелая. Она взлетает пустая, когда все вышли и ждут цен пониже. Так что сейчас происходит ровным счетом то же самое, что происходило у нас с вами уже миллион раз на крипте. И вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, и везде. Все ждали цен пониже, в итоге их не дали. Посмотрите, какая у нас красота на Сайфере, на RSI, на Hash Ribbons и на P-Cycle Bottom, который вот-вот уже скоро отсигналит, что это дно рынка. Так что, ребята, тут как бы все риски на себя принимайте сами. Все ссылки в описании. Торгую на Bybit, держу лонги, биткоин, эфир, битдао и дэш. Думаю, чего добрать еще. Ребята, это время возможности, его нужно использовать. Пока другие продают, нужно покупать у них за бесценок, и потом продавать им снова дороже, когда они придут. Все вот эти спекулянты, которые сейчас вам пишут, что это все скам, расходимся, они снова вернутся, когда цена вернется к новым высотам, они снова придут ее покупать. Вот здесь они еще будут сомневаться. Покупать они будут уже, когда мы перепишем All-Time High, где-то вот здесь. И там, собственно, потихонечку наша задача с вами им продавать, разгружать. То есть не быть как все, а переть против толпы. Это самое сложное, на самом деле, покупать на лаях и продавать на хаях. Если бы это было так легко, все бы были миллионерами. Поэтому будьте умнее других, никого не слушайте, затаривайтесь, пока мы падаем, разгружайтесь, пока мы будем расти, и будет вам профит. Но у меня на этом все. Золото, кстати, тоже на байбите можно торговать и тарить. Золото очень сильно упало, на мой взгляд. Вот буду присматривать сейчас к лонговой позиции по золоту. Всем профитролей, с вами был Гринит, канал Crypto Commons. Спасибо, что смотрите, запампите лайки, подписочки, колокольчики. И скоро увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok